Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрий Антикваров. Сегодня я в гостях у Александра, канал Жизнь Барахольщика. Кто не знает, Александр покупает и продает старые вещи. Ну, сегодня у нас небольшое интервью. Поговорим с Александром. Я подготовил несколько вопросов. Не будем тянуть. Поехали! Итак, первый вопрос. Александр, ты бы хотел быть единственным барахольщиком, антикваром в Питере. Вот кроме тебя больше ни одной скупки, ни одного магазина. И все мне несут, да? Все тебе несут. Один ты. Клиенты есть. Ага, кому продать? Конкурентов нет. Ты один. Ну, наверное, нет. Почему? Ну, потому что это было бы очень скучно. А так я постоянно общаюсь. Есть какая-то, знаешь, конкуренция. Быстрее там заполучить вещь, быстрее там поехать на адрес, успеть и вырвать. Потом конкуренту показать и говорить, смотри, что я купил. Он радуется. А почему бы клиентам не понтоваться? Ну, может быть, да. Но мне кажется, намного было бы скучнее, и я бы не смог бы поглотить весь этот объем. А так истории. Там услышал историю, там пообщался. Круг общения очень большой становится. Хоть все и конкуренты, и ты так, может быть, даже кого-то там недолюбливаешь, или тебя недолюбливают. Но все все равно общаются, и жалко, что когда кого-то не будет. Ну, человек умер, например, и все такие были. И жалко, что он умер, такой был хороший. Там легенды, там всякие были истории куча. Черт его знает, а у тебя как? Ты бы хотел быть один? На самом деле, да. Я и так один. Если так разобраться, у себя в Казахстане, в городе Кустанай, я один антиквар. Ну, то есть, как, у меня у одного есть антикварный магазин. Так есть несколько человек, которые, некоторые занимаются, допустим, только значками, только монетами, монетами современного Казахстана кто-то, кто-то монетами всех периодов, и они торгуют там между собой. У нас, допустим, нет мешка, потому что, ну, он есть, но с него не отправить товар. С Казахстана. Можно отправить, но люди не соглашаются. Не работают с нами. И Авито у нас еще не пришло. То есть, Авито оплата, вот это в облако, когда ты оплачиваешь, потом денежки получаешь, когда человек получает товар. У нас Авито нету, российских карт нет, у нас свои, и так не поработаешь. Ты один скупщик. Вот. Я один, у меня магазин у одного. Ну, ты, наверное, продаешь-то все равно людям, которые в этом разбираются, и которые сами перепродают. Возможно, да. Иногда некоторые приходят, да. Или машину у меня вот покупали педальную, тоже говорит, я на перепродажу. На самом деле, вот, если я попросил там за машинку 70 тысяч тенге, 15 тысяч рублей, и пускай она хоть за 25 ее продает, за 30 мне не жалко. Я свои получил, свое заработал. Это получается, что если ты будешь один покупать, и не будет людей, которые, конкурентов у тебя, так еще и покупателей поуменьшится. Потому что вряд ли кто-то покупает себе. Все многие, мне кажется, процентов 80 на перепродажу. Они живут этим. Если иметь в виду так говорить, то тогда, да, ты прав. Лучше иметь конкурентов. Ну, вот как у меня, так это один у меня магазин, одна скупка, и классно. Но все равно иногда ребята перехватывают вот эти конкуренты. Они иногда все равно где-то подают объявления, кто-то расклеивает, кто-то в интернете, кто на интернет-площадке, что-то типа вашего Авито, нашего УИКС. Они тоже следят, мониторят и перехватывают моих клиентов. Бывает, да, есть такое. Ну, почему ты не гуляешь по барахолкам с утра, в 6 утра, с фонариком и так далее? И вообще, ты когда-то гулял? Ты когда начинал? Когда я только начинал, у меня был пустой магазин. И на самом деле, я каждый выходной бегал с фонариком. Брал с собой 10, 20, 30, 50 тысяч. И все, что я брал, я все тратил. Потом все это нес в павильон. И это у меня все благополучно покупали. Также я объезжал все магазинчики в Питере. Старался объезжать какие-то этот. Выкладывал на стол, торговался, покупал. Все это нес на барахолку. Потом и все это продавал. А потом получилось так, что стало меньше времени, стало больше адресов. Я не успеваю физически обрабатывать материал, который у меня есть. И даже некоторые позиции я стал дешевле продавать. Просто чтобы не... Не залеживались. И уже стал более лучшие вещи брать. Но все равно это неизбежно вот этот вот хлам, барахло, который вот на Балашином рынке только можно продать. Вот. А так, конечно, надо бегать, надо искать. И на этом у меня просто времени нет. Вот мне надо сейчас тогда здесь не сидеть, а бежать по магазинам. Но и не сравнится, конечно, вещи, которые я покупаю на адресах и которые на барахолке. Понял. Ты же сам бегал тоже на барахолке. И буду бегать. Я перестал бегать, потому что вот причина... Это надо было вернуться в Казахстан по-семейным. Ну, а так, я бегал и вещи хорошие покупал. А кто тебя учил покупать вещички, к примеру? Не купить вот такой пистолет, а купить какой-нибудь такой вот чайник? Потому что на самом деле... Кто тебя научил этому? Я вообще был далек от этого. Или ты YouTube смотрел, или что? Вообще я был далек от этого. Вообще. Я занимался совсем. Я был поваром. Я готовил и покупал, продавал. Потом я занимался женскими сумками. И вообще от этого был далек. И только вот меня... То, что я копил деньги, пришел покупать монету старинную. Как инвестицию. Потому что я смотрел инвестиции, инвестиции, инвестиции. Вот. И понял, что мне не накопить на эту монету. Что у меня не хватает денег купить ее. А разговарившись с продавцом, я понял, что их копают. И загорелся. Надо покупать металлоискатель. Начал смотреть фильмы про металлоискателей. Побежал купить металлоискатели. Первый день нашел монету. 1811 года. Я радовался, прыгал. Всем звонил. И говорил, все, я миллионер. Как бы этот... Потом интернет посмотрел, что она стоит 50 рублей. Но я начался. Я поехал на следующий день. Нашел серебряную монету 15 копеек. 1911 года. С яти. Копейки. Ага. Да. И там, вау, вообще. Вот. А потом я нашел монету 1866 года. И у меня взорвался мозг. Я думаю, как так? Питер основан в 1700 году. А монета 1666. Немыслимо. Да, шведы. Вот это я думаю. Да что ты начал в истории копаться? Думаю, да блин. Здесь все. А потом мне стали попадаться лунницы всякие. Седьмой век. Восьмой век. Я начал читать, что там курганов было куча. И у меня просто какой-то мир открылся совсем другой. И я начал еще второй металлоискатель. Все. Вот это я начал потихонечку затягивать. И как бы создаваться коллекция какаликов. У меня было такое два альбома. Вот этого мусора, так сказать. Сейчас я понимаю мусора. Как бы, но тогда это была ценность вообще великая. Стал это продавать. А потом открыли магазин просто в пустоту. Я бы даже не знал, как чего оценивать, ничего. И просто своим опытом я профугал денег просто пипец. Можно было, наверное, квартиру с легкостью купить. Сколько я денег профугал. Это все опыт. Не было наставника, да? Не было. И наставники потом стали появляться. Это вот люди, которые стали приходить. Клиенты. Вот они и были наставниками. Они клиент приходит. И он тебе про вещи расскажет как энциклопедия. Потому что он собирает, коррекционирует это. И он тебе вот расскажет. Чугунный завод. Кто изготовил, в чем его ценность, на что надо обращать внимание, на что смотреть, на черти лица, на картину. Я смотрю на картину и ничего не понимаю. Сейчас прошло 10-15 лет, и теперь уже смотрю на картину как-то более-менее осознанно. На икону как-то более-менее осознанно. Я не скажу, что я там суперспециалист. Но когда появляется знак, я понимаю, что он дорогой, этот дешевый. Иногда закрадываются такие мысли в голову. Какие? Ну, типа, кто-то с сотнями, миллионами барыжи там. И нафига вот эта вся мелочь может сменить работу? Да, закладывается. Я чувствую, что я глупый. Фигнями занимаешься, да? Ну, я уковыряюсь. И что, хочется сменить? Я хожу, просто я вижу, как другой человек, например, в скупке. Либо там на барахолке. Он торгует 15 лет. Лёше Рождественскому придёшь в магазин, и сразу расстраиваешься, что у тебя вообще, ну вот, допустим, у меня. Молодец. Да, что у меня намного хуже, чем у Лёши. Блин, почему я не такой же, как Лёша? Просто я иду очень медленно. Значит, Вашара я или нет? Ну, есть такая штука. Я вот хочу, чтобы мне сказали, Саша, ты дурак. Ты вот копаешься в своём барахле, хламе. Пойдём к нам. Мне из этого не вырваться. Тебе надо сделать то-то, то-то, то-то. Я благодарен был бы человеку. Потому что я когда стою на барахолке, у меня есть знакомый, который стоит 15 лет, и у него товар самый дорогой, 700 рублей. Я ему говорю, ты со своим талантом, ты бы уже имел здесь лавку, и всё бы продавал бы, и был бы крутой чувак. А вот у него какой-то психологический барьер, вот он стоит и вот не может перейти как-то, перебороть. Так же и я. Я вот как бы добился каких-то магазинов, какой-то этот. Но я не могу, например, купить... Яхты, пароходы, дома и самолеты. Как у меня знакомый взял и просто там купил вещь за 50 тысяч долларов. И продал её за 70 тысяч долларов. Я просто не дорос за это. Я просто не продавал такие вещи. Я продавал, например, купил за 20, продал за 40. Всё, я железная. Уверен, что в этой как бы вещи есть. Я купил вещи за 10 тысяч, продал за 200. И теперь я могу эту вещь спокойно купить за 100. Потому что у меня есть такой опыт. Но у меня вот такие вот идёт вот это всё очень медленное. Очень как бы это... Сейчас мне принесли там орла, я его купил за 200 тысяч. Как бы свободно. Я понимаю, что я его продам. Но дай мне этого орла, например, 5 лет назад. Я бы у виска крутил и говорил, какие 200 тысяч. Вы что, с ума сошли, что ли? Мне кажется, это длинный путь. Расширяется твоё познание. У кого-то длинный путь. А кто-то там бывает просто внедрился. И вот он в каком-то другом, не знаю, окружении вертелся. И он сразу же у него золотые цепи там по 150 тысяч. Там какие-то фигурки по миллиону, по полмиллиона. И каких-то этих вещей, и ты смотришь, и её действительно продаётся. И действительно покупают. Не думал перепродавать машины какие-нибудь? Нет, я в этом вообще ничего. У меня машина раздражает. Это как капот. Чтобы открыть капота, подойди, посмотри туда. Я любые деньги заплачу, чтобы туда даже не... Ну, чем-то другим. Нет. Нет, это всё. Это уже болезнь. У меня болезнь. Я называю это болезнью 100%. Диагноз. Это диагноз. Это всё. Есть спрашка. Это нервная. А ты там как бы что-то перебрал, купил, адреналичку получил. На следующий день надо опять. Это наркотики. Это вообще болезнь. И вообще не занимайтесь антиквариатом. Потому что это болезнь. Это хуже, чем, я не знаю, как пьяниц. Как пьяница. Второй вопрос, Саш. Как ты думаешь, вот наш антикварный бизнес, он умрёт? Или это что-то бесконечное, круговорот в природе антиквариата? Это бесконечное, круговорот, и никогда он не умрёт. И это, мне кажется, нереально, потому что время идёт, и начинает уже становиться антикварными вещами. То, что вот даже я чувствую на себе то, что вещи, которые 10-15 лет назад, я к ним относился так, они уже выросли в цене, стали дефицитом, и на них появился спрос. Даже на телефоны, которые раньше ходили, стали появляться коллекционеры, даже калькуляторы люди стали собирать, и казалось, что это такая вещь. А калькуляторы исчезли с появлением телефонов, как бы их стало намного меньше. А вот эти вот фирмы, даже импортные, которые появились, появилось целое поколение коллекционеров, телефонов, калькуляторов, игр, деньги, картриджи, и всё это тоже набирает обороты. И, может быть, это будет, конечно, модифицироваться, как-то больше уходить в интернет, больше это, но будут всё равно коллекционеры и люди такие отшибленные. Мне кажется, это даже какая-то у людей потребность собирать. Я вот наблюдаю за коллекционерами, и он собирает, например, не из-за того, что он там, может быть, хочет. У него, может, такой склад ума, и он как-то вот не может без этого. Это, мне кажется, я вот постоянно наблюдаю и думаю, почему человек занимается этим. Там, например, вот ему нравится радио ковырять, там что-то это, у него такой склад ума. Вот ему нравится учить, что вот это вот, починил, что-то привёл в порядок. Но ведь раньше говорили всегда, что было больше этих вещей. Тащили только так, и всё меньше и меньше. Может, их вообще не станет. Всё по коллекциям разберут, и всё, или он умер, коллекционер, и всё опять всплывает. Но всё равно как бы меньше и меньше и меньше становится. Если послушаешь тех людей, которые в 90-е, в 2000-е говорят, что это сейчас вообще ни о чём. Человек мне вот говорит, что у него в антикварный магазин в день приносили царские золотые изделия, 5-6 штук в день. Он говорит, сейчас за месяц одно изделие принесут, и это уже радость какая-то. Это какой был поток всяких изделий. И говорят, что икону вот эти не брали. Я разговаривал со старыми антикварщиками, они говорят, я еду на машине, и самовары, банка вообще не беру. Он говорит, я еду, у меня полная машина самоваров, и мне выносят такую вазу, репу, там вообще шикарно. Он говорит, а мне её пихнуть некуда. Он говорит, я беру банку, выкидываю в канаву, и кладу туда этот самовар. Потому что, он говорит, банку даже вообще это нафиг никому не надо. А сейчас даже радуешься банки. Говорят, иконы вот так вот стояли штабелями в шкафах, и в советское время говорят, по рублю бери, никому не надо. А сейчас вот эти вот иконы, которые... Он говорит, брали только иконы в окладах, в серебре, и там реставрировали. А сейчас любой рад. И так коснись всего. Ну, в принципе, да, ты прав. Но всё равно, значит, немножечко умирает. Меньше и меньше и меньше с каждым годом. Вымывается. Мне кажется, это вымывается, оседает в коллекциях. Но я просто стал больше лопатить, мне кажется. Раньше ты имел один магазин, и тебе вот вокруг домов хватало. А сейчас город растёт, всё расползается, и тебе уже, чтобы такой объём, как приносили в один магазин, тебе надо иметь пять магазинов. И ты будешь это чувствовать, как вот у меня. У меня много магазинов, и я не чувствую этого дефицита. А у человека, которого один магазин, он чувствует. А люди стали доверять, когда видят тебя в Ютьюбе, в ТикТоке постоянно? Они тебе, допустим, с Саратова, с Москвы вещи вот так отправляют просто на доверие, и потом ты, когда получаешь денежки, а денежки мы дарим. Правда, кинули два подписчика. Да? Да. Расскажешь? Ну, я могу рассказать. Мне просто один подписчик пишет, я твой подписчик, я смотрю твой канал, и в Телеграм-канале скидывает вещи. Я говорю, ну, я беру. Ну, я, допустим, вот... Я беру, меня тяжело кинуть. Я говорю, 25 тысяч рублей. Ну, ничего, и жди вещь. Или ты ему что, наперёд кинул, что ли? Слушай, он как бы просто этот, я ему говорю, ну, хочешь эти, как бы, да, наперёд. И я ему кидаю эти вещи наперёд. Деньги? Да, деньги наперёд. И, как бы, до этого мне всегда приходили вещи. Ну, как бы, вот, подписчики. От других людей. Потому что я, как бы, в Телеграме я списался, поговорил по телефону, всё, какое-то доверие есть. И здесь я человеку скидываю 25 тысяч рублей, я жду посылку, он мне привозит посылку реально. Я открываю, и там нету вещей, которые, вот, как бы, самые дорогие. Я ему пишу, почему. Он говорит, я не знаю, почему. Я говорю, он говорит, сейчас я спрошу у жены. И он говорит, а она подумала, что эти вещи, ей стало жалко, и она их выложила из коробки. Я говорю, ну, блин, так не делается, понимаете? Я говорю, либо возвращайте часть денег, либо, ну, и всё, он, как бы, загасился. Да. Это вот первый стаканик. У меня был случай, мне с Алматы прислали 5 подстаканников серебряных. Мы договорились с ним, не помню, на 20 или 30 тысяч рублей. Договор, всё. Я говорю, ну, только ты отправляешь сначала, и потом я уже тебе денюжку. Но у меня, конечно, всего 2-3 случая было, когда мне вот люди, подписчики там в Инстаграме, а, этот, за, как, мне в Нильзаграме прислали, получается, предложили, и вот я купил. Но я наперёд деньги не свал. Ну, я вот раза 3 послал, наверное, больше, наверное, раз 5 или 6, и у меня 2 раза вот кинули. И после этого я, как бы, следующим подписчикам говорю, ребята, присылайте, я, как бы, это посмотрю, и сразу же деньги пришлю. Ну, мне тоже неудобно это говорить, знаешь, как будто недоверие какое-то. Ну, я говорю, ну, блин, поймите всё равно, потому что вот один случай был, второй, при том, как бы, ты с этим человеком общаешься, как бы, на протяжении месяца, там, этот. Ну, как бы, такой гнилой развод какой-то на 2 тысячи, на 5 тысяч рублей. Ну, блин, может, человек радуется от этого. Так, ребята, это продолжение нашего интервью. Какой вещью из твоей коллекции ты никогда не расстанешься? Да, на самом деле, я со всеми вещами расстанусь. У меня нет таких вещей, которые, я вам скажу, вот это я не продам. Просто, как бы, может быть, ценник будет высокий на эту вещь. Да и на самом деле, какой-то такой вот именно антикварные вещи, которые, вау, такая суперская и, как бы, прикольная. Их меньше. Мне как бы нравятся маленькие вещички, которые, знаешь, механизм какие-то открываются, закрываются, там, музыка звучит. И, как бы, вот такие мне вещички нравятся. Они, вот. Нету такого, что ты какой-то прилип и все не можешь отлипать. Я никогда в жизни не продам, да? Ага. Такого, не было. У меня было такое раньше. Да? Да. А сейчас почему-то я, как бы, все продам. Может быть, изменится это. Может быть, потом какая-то появится вещь, которую я, скажем, я никогда не продам. Сколько стоит самая дорогая вещь в твоем магазине? Именно здесь? Нет, во всех. Давай, вот у тебя какая самая дорогая вещь? Самая дорогая вещь. Вот спросили, сколько стоит самый дорогой лот в его магазине? Давай, давай просто. Ну, миллион рублей, может быть, и Орел. Орел. Который какой-то там, Казахстана? На городном, который хотели Назарбаев. На городном хрустале. Ну, миллион рублей, ну, как следует. Наверное, это самая дорогая на данный момент. Так бы не вещи дороже. Передаем привет Игорю Ивановичу. Передаем привет Игорю Ивановичу в городе Кустанай. Желаем процветания. Папа, короче, задает вопрос. Не боишься ли ты с деньгами приезжать на адрес? Ну, на реке всякие там, какие-то, блин, бандиты. Как бы 10, 15, 20 тысяч. А вдруг тебе наскидываю? Остану на карточке. Так, ладно, давай, я не буду тебя перебивать. Как ты поступаешь? Тебе накидали товары на 100 тысяч рублей, примерно. Ты, ну, вот, оценил? Не боишься ли ты приезжать? Ну, если мне в чеков переписка идет, потом еще адрес, это все скидывается еще в общий час. И все знают, где я. И, как бы, обычно мы еще вдвоем ездят, если там много вещей, чтобы таскать. А так, да нет, не боюсь. Вот, скажу, не боишься, и как раз пригласят меня на адрес, на скидывать вещей нам миллион. Не боишься ли ты, что по голове надают сзади? Нет. Такого было пару моментов, знаешь, где вот, как бы, комната черная, дверь, и говорят, иди, иди туда. И ты понимаешь, что идешь какую-то бездну, и сейчас тебе молотком подлови ударят, и ты упадешь туда. Было такие пару моментов. Да? Да, был еще такой момент, когда я пришел на кухню, и, наверное, ребят, наверное, 15-20 вываливали, вот так вот встали, короче. А это просто однушка или двушка, я даже не знаю. И я думаю, е-мое, все, кренгет, сейчас бишь, блядь, короче. И они достали мешок такой, достали под аппаратом КВД и говорят, сколько ты его оценишь? Я говорю, в тысячу. Они говорят, договоримся. И оказалось просто ребята, как бы, из другого региона, или, ну, как сказать, из Таджикистана, либо из Таджикистана, приехали на заработки, и они снимали из двухкоматной квартиры, и там, наверное, их через 15 было. И они все жили, им было просто интересно посмотреть, как оценивают вещи. А я просто, как-нибудь, думаю, все. А ты перепугался. Я бы тоже, я бы очень сильно перепугался. Да, конечно, даже как бы заваливают, и у просто их так много. Я говорю, ну, и все, трындец, короче. Это пятый этаж, прыгать некуда. С какой периодичностью, как часто попадаются раритетные, дорогие вещи? С какой периодичностью? Как вот? Наверное, каждый пятый адрес. Наверное, по статистике. А каждый пятый адрес, это каждый месяц? Или... Не, у тебя могут быть у меня было за 1,4 адреса. Это такой, ну, как бы, рекорд, наверное, за 1,5 адресов. И каждый пятый адрес, какие-то вещи, чтобы... Который можно заработать крыше. Бывает, и так едешь, покупаешь фотоаппарат, какой-то зенит елочной игрушки. На другой адрес приезжаешь, там, просто тебе ничего не продали, там, какой-то вот просто хрусталь. Но на каждый адрес мы ездим, отрабатываем. Потому что бывает, приезжаешь за какой-нибудь вазой хрустальной, а тебе женщина выносит орла, чернильницу в виде подсвечника, который стоит 100 тысяч рублей. И просто говорит, ну, вот я еще нашла. И ты думаешь, е-мое, ехать за пластинками и за хрустальными вазой оказалось, там, просто шедевр. Тебе какой-то... Так, все, вот это выбрала? Запаковываем, да? Да. Куда вы ее... Зачем она вам? Сережка с губой калемочкой. Да. Серьмо. Супер. Супер. Зачем она? Не зачем. Вот как вы говорите, кто покупает старые вещи? Ну, зачем? Вопрос от Игоря Ивановича. Куда ты думаешь переезжать в суделки? Ведь там холодно, а руководство не думает делать теплые помещения. В суделки пока я никуда не хочу переезжать. Здесь, как бы, хорошо. Да? Тут холодно. Ну, холодно, но я так понял, что это уже болезнь, знаешь, как вот рыбаку надо промерзнуть, стоять на морозе, потом домой прийти, ты, как бы, кушаешь, и у тебя лицо красное, начинает гореть, аппетит просыпается, потом тебя начинает рубить, спать, и в этом есть какая-то такая фишка. Это тебе даже уже, вот я здесь уже стою 10 лет. Это кошмар. Да, и уже, как бы, приучается привычка, тебе хочется на мороз, как бы, чтобы так промерзнуть. Может, поэтому ты выглядишь на 30? Не, ну, молодец, хорошо выглядишь, переезжать ты не хочешь, да? Не, ну, если будет, конечно, как бы, какая-нибудь ситуация поменяется, может, рынок, там, я не знаю, закройка, второму будет делать, здесь все уходит, здесь все, торговый центр построят, конечно, тогда мы переедем туда. Ты помещение, это будешь отапливать, может быть, ставить, делать теплым? Здесь нельзя, нельзя, да? Ну, конечно, это по технике безопасности решено. Ты можешь снять спокойно около метро теплое помещение, просто оно в 4 раза дороже. Саш, как ты считаешь, это нормально, то, что помещение холодное, неотапливаемое? Если хочешь потеплее, плати в 4 раза дороже. Это норм или нет? Это нормально. Я поспорил бы. Так а что ты хочешь-то? Это нечеловечно как-то. Почему бы вот те же самые деньги и просто коммуналку не добавить и не сделать отапливаемое помещение, чтобы ты не морозил лицо и... Ты можешь не снимать на таборке. Да я не знаю, как-то не. Есть такие, как бы, какие-то торговые центры, есть и помещение, есть и рынок, везде по-разному. Как бы, есть отапливаемое, есть неотапливаемое. Короче, нужда у. Спасибо. Твое завирусившееся интересное видео о том, как у тебя крадут в магазине какие-то вещи, какие-то новые истории, случай какой-то один. Давай не будем раскрывать, допустим, если ты готовишь какое-то видео, расскажи хотя бы один случай чего-то нового, недавнего. Да нового? А у вас в магазине или что-то схватил кого-то за руку или не успел? Нет, я не успел, здесь у нас стали опять ходить какая-то группа воровать и вот на позе тех выходных пропал нож в коробке, что-то все отвернулись, повернулись, его нету. потом двое часов пропало, блин, по тысяче рублей. Ну, воробство, оно такое. Только на рынке оно или здесь? В магазинах? Нет, в магазинах вообще такого нет. Как бы очень редко, только на рынке. В магазине здесь очень мало народу, везде висят камеры, на рынке я тоже сейчас поюшу камеры. Я хочу целый контент создать, чтобы кто не заплатил, забрал вещь, унес. Потому что их много и я даже, когда стою на рынке, я слышу, проходят, например, мальчишки лет 15-16 и они ругаются друг с другом, обсуждают, что ему не удалось эту вещь, потому что он пас ее, он смотрел на меня, он смотрел на эту вещь, мне не удалось ее украсть. А я это все слышу, он идет, и я думаю, да, блин. Хорошо воспитывает детей сейчас. Ну, кто-то ради спортивного интереса. Есть люди, которые вот прямо вот он сидит, часы перебирает, я сижу, он прямо в пакет бросает, я вижу, я говорю, что вы делаете, это вообще нормально. И он такой, ну, да много. Как ты думаешь, антикварный бизнес наш, это вложение денег или так? А ты как думаешь? Я думаю, по-любому вложение, да можно даже и заработать, вот, к примеру, эту статуэтку я у тебя купил за 25 тысяч рублей, я могу ее продать, по сути, хоть, ну, не завтра, пускай через месяц, через два, за 35 тысяч рублей. Получается, я на этом заработал и деньги сохранил и даже заработал или же за те же 25 могу их продать. На самом деле, это все как считать. У меня есть знакомый антикварщик и коллекционер, которому уже там больше 85 лет и он всю жизнь коллекционировал. И вот он сейчас сел, посчитал все и оказалось, это все, смотри, как считать. Вот как он считает, это все оказалось невыгодно. Ну, к примеру, вот у него каждый, вот у него записано, что он там в 91 году купил там вот этот вот мушкет старинный. Допустим. Да. За 100 долларов. Когда доллар стоил, 6 рублей. Сейчас он на ваши деньги 90, да? Да. Он как бы, там, грубо говоря, он купил там за 6 рублей, там за 60 рублей. А сейчас это, типа, как сказать, 9 тысяч. Ну, смысл такой, что человек, он покупает фотоаппарат. Вот я даже сам, я стал его логику как бы улавливать и понял. Я раньше фотоаппарат продавал, например, за 100 долларов китайцу. Вот пришел китайец и говорит, сколько стоит зенит? Я ему говорил, 3 500, потому что доллар стоил 35 рублей. 3 500. И он мне дает, короче, 3 500, 100 долларов дает и забирает фотоаппарат. Сейчас я этот же фотоаппарат, вот прошло сколько-то лет, я его продаю за, где-то за 5 тысяч рублей. И это получается уже 50 долларов. Ну да. И получается, что человек, который купил тогда за 100 долларов фотоаппарат, сейчас проиграл. Проиграл. Он как бы в рублях может быть и выиграл, он тогда купил его за 3 500, а сейчас продал за 5. И он думает, yes, полторы тысячи заработал. А если считать в долларах, то он получал, потерял половину. Это как у меня есть знакомый, он купил квартиру за 2,5 миллиона. И тогда это было почти 70 тысяч долларов. А если сейчас перевести 70 тысяч долларов по 9 рублей, это получается, я не знаю, сколько? Ну вот тут будет написано, сколько это получается. 7 миллионов почти. Ну сейчас точная цифра. А он как бы купил ее за 2 700, за 3, и радуется, что у него стало сейчас, она стоит 5, а в долларах проиграл. Ну смотри, как считать. Если в рублях считать, то выиграл. Если считать в долларах, ну это может быть, если глобально считать, может быть и поправьте. Как вы вообще думаете, хорошо вкладываться в антиквариат? Выгодная эта история или невыгодная? Наверное, это выгодная, вот когда я говорю о том, что эту вещь продать через 2 месяца. Да. Когда еще пока курс не поменялся, то есть будет. Да вообще, оказывается, самое выгодное, это ты купил за 1000 рублей и сразу же продаешь за полторы. Купил, а потом опять купил за полторы, сразу же продал за две. А если это хранить, то какие-то вещи, конечно, безусловно, вырастут в цене, потому что они, может быть, станут редкими. Но все равно коллекционирование это очень интересно, это очень познавательно, ты узнаешь очень много об изготовлении этих вещей, ну и развлекаешься как можешь. Следующий вопрос. Ситуация. тебе за вещь дают 25 тысяч рублей, допустим. Да? Ты согласился. Я говорю, все, окей, продаю за 25. Окей, за 25. Но я тебе бабки еще не перегнал. Ага. А через час человек тебе звонит и говорит, вот эту вещь у вас увидел, 35 сразу. Твое решение, как ты поступишь. А я говорю, а я уже продал. А я уже продал, я уже договорился. договорился. Он говорит, 40. И как бы вот, типа, как поступать в таких этих? Да. Во-первых, не доводить до такого. Потому что у меня таких случаев было просто немерено. Ну у меня на самом деле, у меня приходит человек и говорит, сколько стоит. Я говорю, 15 тысяч. И он говорит, ну все, я у тебя завтра заберу, отложи. И я еще не успел отложить, или как-то так положил, приходит следующий человек и говорит, сколько? Я говорю, да, я уже продал за 15. Он говорит, я тебе 25 дам. И что делать в такой ситуации? Вот что делать? Ну, на самом деле. Ну я что, я делал? Давай, давай, что ты делал? Я делал, да, у меня было много разных ситуаций. За то, что я продавал на Авито, там, на Мишке, на этом, у меня куча таких ситуаций. И если я, как бы, знакомый мой, вот лично знаком, я его хорошо знаю, мне ничего не оставалось делать, как сказать, что я уже продал и отдать это знакомому человеку. Ну вот, и потом быть, грубо говоря, умнее. А если человек для тебя незнакомый просто с улицы? Да, было такое. У меня был такой случай, что когда у меня стоял шкаф, и шел мой знакомый, и я ему говорю, слушай, заберешь шкаф только вот завтра. И он говорит, заберу. Я говорю, за 20 тысяч завтра забери его. Он мне дает тысячу залога, говорит, все, я его забираю. И он на следующий день не забирает его. Я думаю, да блин, как так-то. Ну не проблема, можно и послезавтра. Да нет, а он не вмешался этот шкаф. И приходят две женщины, говорят, сколько шкаф стоит? Я просто думаю, скажу больше, 35 тысяч, говорю. Она говорит, мы забираем его. И дают мне 35 тысяч, увозят. На следующий день приходит человек и говорит, где мой шкаф? Я говорю, так ты его не забрал? А у меня была, как бы, я говорю, я его продал. И он очень разнервничался, переживал и год со мной не разговаривал. Он обиделся и сказал, вот так не делается, я ему тысячу вернул. И вот он ходил и говорил, как так, ты мой шкаф продал. Почему? Я говорю, так ты, даже три дня прошло. Я говорю, тебе забрать сразу же его. А ты сказал, что завтра приедешь. Ну я не мог, там то и сё. Ну тут какая-то очевидная. его вина. Да, нет, здесь может быть я притягиваю к этой вине, мне так легче может быть. Ну нет, по-моему, это очевидная его вина. А вот когда вот ты ударил по рукам, ну в переписке или неважно, и тебе денежку не скинули, допустим, на 20 тысяч и тебя дают 40 уже через час. У меня было таких моментов много. Как поступать? Я отдавал вещь, с кем договорился. Может быть, было пару моментов, когда я, наверное, продавал дороже, но я этих людей не знал. И как бы я здесь из-за того, что я их не знал, я думаю, мне лучше-то выгоды. Притом, ещё видишь, мне это сложнее, потому что у нас команда, и кто-то говорит, кто больше дает, тому и продаем. а с другой стороны, я мог договориться, я как бы мог, например, договориться, вот мы с тобой, и здесь человек, я говорю, блин, я договорился на 30-ку, ты говоришь, ну окей, а потом мне звонишь и говоришь, мне 40 отдают за неё. А я говорю, блин, я договорился, ты говоришь, ну да я же договорился на больше, на 40. Я говорю, ну отдаём ко мне кто больше. Как бы, вот как в этой ситуации? Я не знаю, напишите в комментариях, вот как вы именно вот реагируете на такое, и как правильно поступать, как вот дешевле отдать, либо ты уже договорился и отдать эту вещь. Сейчас я вообще стараюсь этого избегать. Я вещи прогоняю на аукционе, и только после аукциона, вот она не продалась, я уже какую-то цену придумываю и уже отпускаю. Понял. Ну стараюсь так делать. Самая большая твоя продажа в магазине с прилавка или аукцион, или мешок Авито, самая большая продажа одной вещи, или просто мог прийти чай, например, Одну вещь, но тебе за неё большую сумму выложили где? Здесь, или тут, или там? На аукционе. На аукционе, да? Мешок? Нет, в другом аукционе. А, какой-то частный, да, вот, аукциончик? Да, там была самая большая продажа миллион восемьсот. Миллион восемьсот? Что это такое было? Это просто скульптура. Скульптура какая-то, да? Да. Ты, наверное, не хочешь мне рассказать. Нет, ну просто, да, скульптура и всё. Скульптура, миллион восемьсот, да? Да. А по чём взял? Секретик? Десять тысяч рублей. Красота. Часто у тебя так? Ну, это, как бы не сказать, что часто, но у каждого этих парч, мне кажется, есть такая история. У меня нет. Нет? Ну, у тебя какая-то была самая большая продажа? Ну, у меня была, короче, мне позвонили, предложили редкую скрипку с Традивари. Такая скрипочка большая, длинная, классная. 1870 года ещё. Вот. И не так дорого, 40 тысяч рублей. Я смотрю, вещь стоящая, мне кажется, ну, продам её, наверное, тысяч за 80, за 90. Потом беру её, скидываю друзьям. Один говорит, стольник, тысяч рублей, другой говорит, 200, а у нас в Питере, говорят, и 250-300 дадут за неё. Ну, у меня, я в Казахстане, куда её везти, да как, да и разобью, вдруг ещё что-то там, границы, сами понимаете. Вот, я её продал за 180 тысяч, а взял за 40. Вложил в реставрацию ещё, так, 4 тысячи рублей. у меня вот только получается, продал за 180. А не считаешь ли ты себя таким каким-то фартовым, счастливым, антикварщиком? Нет. у тебя вот такие по ляму сделки, это каждый месяц? Нет, ну, как бы, раз в год-то точно есть. Но, я себя не считаю фартовым, потому что мне просто, как бы, я через перемалываю, через объём. Потому что фартовые есть люди, я слышу эти истории вот эти постоянно. Вопрос на грани фантастики. Если бы у тебя была машина времени, в какую эпоху ты бы отправился? В какое время? Что бы ты там сделал? Ты бы взял бумажные деньги сейчас у себя в магазине и в царское время и поменял бы их на золотые червонцы? Или же... С возможностью вернуться обратно? Или же ты кого-нибудь бы там завалил какую-то личность или с ней бы сфотографировался, а потом бы свою фотку продал? Или что? Что бы ты натворил там? И в какое время бы ты? Да, это вообще тяжело. Ты же любишь фантазировать? Не, ну фантазировать я люблю, но скорее всего какое-нибудь царское время было отрадоться посмотреть, как это всё происходит. Питер Первым, как он строил этот городок. Ну, я бы в Питере был отрадоться. Один раз можно путешествовать, в какое время? 18-шка, 19-шка. Сразу бы завалили там, наверное. Ну, если не с полиции, одежды взять в тех времён. Не, я бы, наверное, бы уже какой-нибудь такой, Екатерину. Да, Екатеринский, да? Да. Конец 18-го, да? Так, что бы ты там? Не, я посмотрел бы Питер, может быть, что-нибудь прикрятал бы здесь? Хотя, где я прикрятил? Я потом не обнаружил бы, наверное. Там уже перестроено было, там уже столько событий произошло. Но если отъехать только за 200 километров подгородом. что-то спрятать, потом не найдёшь, мне кажется, ничего. Это же он попытался. Ну, если только под каким-нибудь памятником, что-то спрятать. Там уже столько было реконструкций, и столько, я даже не знаю, вот найти такое место, чтобы туда попасть, что-то там, грубо говоря, припрятать. А что тут припрятать? Можно было бы сразу был в Эрмитаж, чтобы сразу же появиться в Эрмитаже, взять павлина в этих часах и сюда. Фото приложим. Ага, да, если, а там уже копия бы стояла, оригинал видео. Я не знаю, это, конечно, интересно, конечно, интересно посмотреть живыми глазами, что происходило на самом деле. В любую эпоху, вообще в любую. Свою эпоху я знал, когда, два батона руки давали, два хлеба, и стояли в очереди с талонами. Туда бы я не хотел перестать, потому что я это все видел. А вот какой-нибудь парад, я бы посмотрел, 300 лет дома Романовых парад, как украшенный меня в скинье, я бы взглянул бы. А я вот слышал от своего товарища, он так сказал, я бы, ты его знаешь, Максим, твой сосед, в Новодорке, не дома. Он так сказал, я бы взял бумажные деньги, либо, не знаю, ну, монеты, не важно. Я сейчас объясню. Отправился во времена Николая Второго правления в те годы, взял бы эти монеты или купюры, обменял бы их на... Да, все, идет. Обменял бы их на монетки 1,4 копейки. Их бы набрал очень много, и здесь бы продавал. Они дорогие, и здесь бы их продавал. Да, все-таки знаки различия. У кого на что ума хватает. Да. Не, ну, это, наверное, может быть, самое простое. Такие, в хорошем качестве. Угу. Пяти копеечные. Обменять на золотые, бумажные, да, денежки? Есть же фильм такой. Ты не смотрел советский фильм? Нет. У него была такая штука, он на советские деньги брал, потом переходил через телепорт, шел в магазин, покупал золотые цепочки и обратно. Нормально, я не смотрел. Интересно, хорошо сделаю. Как называется? Не вспомнишь? Не вспомнишь? Не вспомнишь. Напишите в комментариях, ребята. Да. От себя что-то вот хочешь? Сказать? Да. Обращение. Да, а что обращение? Живите, не скажите, что есть. Не знаю. А над головой есть место? Сейчас. Вот так. Так, Саш, ну и, наверное, уже такой ближе к финалу вопрос. Не будем томить зрителей. Расскажи, пожалуйста, была ли у тебя вещь какого-то выдающегося композитора или, может, писателя или, может быть, какого-то полководца? Или у тебя была и полководца вещь какого-то и, допустим, и писателя какая-то вещь крутая? Да, на самом деле у меня было очень много. Да? Известных личностей? Да, у меня была и визитка Блока. Ух ты. Да, и подпись там Гиллеровского, Антона Павловича Чехова. Потом еще книжки таких-то непонятных авторов, но с их подписью. И потом я узнал, что это какой-то автор такой знаменитый, а на самом деле он как бы в своих кругах не очень. Как бы только в своих кругах он очень знаменитый. А так полководцев, ну полководцев-то нет, а генералов, там, адмиралов, мне попадались вещи и подарки, вот там даже и адмиралу Кузнецову, у меня целая серия есть на ютубе, где вот я купил вещи адмирала. А, да, да, видео прикреплено. На самом деле знаменитых и Шостакович у меня автографы были, да много всего. И очень часто попадаются автографы знаменитостей, которые люди коллекционировали, там, Леонтьево, Пьеха, группа, там, Апельсин, там, группа Кирпичи, этого очень много. А что-то из зарубежных актеров, вот, которые сейчас в современности, ну или хотя бы 90-х годов, подписи, автографы Шварценеггера, Сильвестра, Сталлоне. Нет, таких не было. Таких не было? Саш, а если запретят продавать антиквариат? Старые вещи. Да, старые вещи. Вот они у тебя просто дома будут лежать. Чем будешь заниматься? Ну, либо буду продавать на черном рынке тихоря, пока не поймают и не дадут срок. Либо пойду работать уже. Работать пойду. Крольщик. Ну, наверное, в музей, чтобы поближе к антиквариату и чтобы, когда произойдет что-то в стране выдачить эту идею. А не тяжело ли будет вот кем-то работать после таких заработков, таких интересных, вот именно интересных заработков, когда покупаешь дешево, продаешь дорого и не надо за эти... Да тяжело. Это всегда будет. Я вконтакте смотрю людей и смотрю, что у них в шкафах стоит. Что вон там балерина, там фигуры, там какие-то вещи. Смотришь просто фото и смотришь... Я иногда в гости прихожу, я смотрю, что у них у людей серванте стоит и какие ложки и вилки и что вот это можно продать за столько. Это профессиональная деформация. Это все уже на всю жизнь. Это надо просто как бы класть, делать операцию и вырезать какой-то кусочек мозга и тогда уже будет попроще жить. Ну что, друзья, подписчики, дорогие мои, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Напишите, пожалуйста, вопросы, которые вы бы хотели, чтобы я задал Александру. В скором времени опять приеду в Петербург и снимем большое, полноценное интервью, уже подготовившись получше. Всем спасибо, подписывайтесь, всем пока-пока. Не пропускайте видео Дмитрия, они очень интересные. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Всем пока.